Поднимем немножечко хайпа. Извините за это слово. Убили комарика? Не дам пончики, терпи. Извините, нарковат. Вот да. А вдруг ему упадет на голову топор? Интересно, да. Покайся. Нет. Что, уже старец, что ли? Это вы виноваты. Все же было хорошо. Сойдет на ересь. Хошь-не хошь, придется верить. Отвратительно. Расскажи мне, зачем здесь вот это вот? Я хотела показать, насколько увеличился бюджет нашей программы. Тебе выплатили зарплату. Польщики. Я решила, что это будет стимулятором. Для того, чтобы побыстрее закончить разговор, ты будешь более лаконично высказывать свои мысли. Я просто буду зависать периодически. Что? Что? Где? А не с малинкой и со смородиной. Отвратительно. Не, может с карамелью, я не знаю. Ну хорошо, с карамелью пойдет. Здравствуйте, дорогие ютубы зрители, кстати. Точно. Они же смотрят. Всем привет, 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 дорогие. Сегодня пятый выпуск программы «Опыт сын ошибок трудных». И с вами мы, Анастасия Павловна Бегичева. И Владыка Павел. Я митрополит, старокатолический митрополит церковной провинции святого Михаила Архангела. Поскольку я старокатолик, то у меня есть жена и дети. Это моя дочь старшая. Пока еще да. Красивая. Умная. Так, все, хватит. Мы уже на прошлом выпуске. Меня почти выдали замуж. Но что-то пошло не так. Мы сегодня должны с тобой поговорить на очень важную, и я бы даже сказала, хайповую тему. Поднимем немножечко хайпа на этой теме. Потому что она очень противоречивая, сложная. И много мнений у разных людей на этот счет. Да, собственно, два. Либо крестить, либо не крестить. Крещение детей. Где-то крещение по-гречески звучит отвратительно. Кстати, ты знаешь, да, педобаптизм? Педобаптизм, да. Звучит как статья. Занимался педобаптизмом человек. На самом деле, по идее, дитя и все, что связано с педагогикой, педагог, агогас, да, тот, кто ведет педагога, тот, кто вводит детей. Да, у меня тоже педагогическая образованица есть. Вот да. Что? У меня в дипломе написано, педагог музыкальной школы. Там тебя пять по педагогике, я помню. Да, и пять по педагогике. Педобаптист – это тот, кто крестит детей. Вот, собственно, и все. Поэтому, наверное, вопрос сразу к тебе, Настя. Да. Как неожиданно. Вот, со мной, потому что, что, все понятно. Я не воспитывался в христианской среде. Хотя, тоже интересно, я-то был крещен в детстве. Мне был один год, я ничего не помню. Мне бабушка рассказывала, что меня, она тайком от отца. Да, отец был начальник производства на крупном химическом предприятии, член партии. И тайком в 1975 году, в 1975 году, не в 1975 году, а в 1975 году. Меня тайком повезли в деревню, в храм, мне был годик, значит, меня там окрестили. Но я про это ничего не помню, и только бабушка иногда учила меня там молитвам каким-то. Даже крестика не было. У меня не было крестика, да. В общем, а вопрос к тебе. Вот ты воспитывалась, ну, в христианской семье, вот с тобой уже с детства читали Библию, учили у тебя молиться и так далее. Есть ли какой-то такой момент в твоей памяти, когда ты осознанно решила, вот я теперь христианка, вот я теперь верю в Бога. И вообще расскажи о своем опыте покаяния, ну и, наверное, как ты к крещению подошла в парадигме баптизма. Когда вот говорили, что детей не надо крестить, а креститься нужно во взрослом сознательном возрасте. Ну да, у меня было все достаточно интересно, потому что вот этот этап, который в баптизме называется покаяние, у меня произошел достаточно в раннем возрасте. Да я бы была, наверное, рада еще раньше покаяться, просто, наверное, до шести лет я не очень понимала, что это значит. А в шесть лет как-то вы, наверное, объяснили, что вот есть такой этап, когда ты просишь у Бога прощения за все свои грехи. И, ну как бы это еще не завет, но ты делаешь такой первый шаг. Ну это обращение. Обращение, да. При этом, конечно, в моем детском мозгу было вообще непонятно, что, собственно, поменялось. Что меняло, да, да. Но почему-то все равно в памяти остался вот этот момент, я его очень четко помню, как мы в деревне читали вместе Библию, читали, по-моему, про страсти Христовы. И как-то это вот эмоционально чисто в меня попало, что я решила, ну, наверное, я сейчас прям вот очень осознанно попрошу Бога прощения за свои грехи. Но, да, никакого, значит, ангела не пришло ко мне, никакого озарения тоже на меня не снизошло, никакое озарение. И было как-то странно, потому что, ну, опять-таки, по Библии я понимала, что следующий этап крещения, но, как бы, его нет. Ну, да, ну, как бы, а что тебе, я не помню, как мы мотивировали отказ от крещения? Не, я не помню, чтобы я особо, как бы, и напирала на вас, что давайте крестите меня. Ну, да, ты же воспитывалась в церкви, где, собственно... Я, как бы, понимала, что вот есть такие правила, да, что вот ты должен вырасти, и тогда тебя покрестят. Поэтому я, как бы, даже, ну, для меня бы это был такой бунт против вас, который я не могла себе позволить. Я же всё-таки жить хотела. Дальше просто как-то я... Во мне, наверное, это сформировало не очень правильное понимание, что покаяние и крещение – это вообще очень разные вещи, вот, что они, во-первых, разделены, и что до крещения надо дорасти, вот. Это вот какая-то такая странная идея, что ты как-то должен заработать себе право на крещение. Да, ну, то есть, крещение для тебя – это как такой некий экзамен выпускной, да, то есть ты вот родилась в христианской семье, ты веровала. Ну, типа, очистилась. Потом вот, да, то есть интересно, что ты молилась, просила прощения. Да, да, как бы и до этого. И до этого потом был какой-то момент, который мы учили тебя как обращение к Христу, как такое покаяние. Опять-таки я, наверное, это воспринимала даже не как покаяние, а действительно как именно вот осознанное желание пойти за Христом. То есть я приняла такое решение. Решение довольно рано, это тебе было 6 лет. 6 лет, да. Значит, а потом, то есть ты должна была расти, учиться духовно, да, и принять крещение как некий такой… Ну, вот я, типа, должна стать идеальным человеком, когда я им стану, можно принимать крещение. На крещение, да. В голове это моей было так. Абсолютная ересь. Какой кошмар. Да. Ну, слушайте, ну, да, мы в это верили, конечно. Да нет, я не могу сказать, что кто-то этому учил. Я вот просто говорю, что вот такая парадигма… Да нет, мы учили тебя этому. Я-то помню как раз, чему мы учили. Это называется кредо-баптизм, типа, да. Да, то есть вот для… Хотя это, конечно, не кредо-баптизм, а как-то отдал-то-баптизм. Ну, то есть взрослокрещение. Ну, или… Ну, типа, крещение по вере. Почему термин кредо-баптизм не подходит? Потому что кредо, верую, да. Мало того, что здесь смешение кредо – это на латыни. Да, да, да. Да, да, баптизм на греческом. Ну, ладно, кредо-баптизм – это типа крещение по вере. Но вера у тебя была с годовалого возраста. Во всяком случае, ты её уже выражал. Есть же этот знаменитый ролик, который я сейчас хочу вам показать. Скажи, Настя, где Бог живёт? Где? Там, да, наверху. А где он хочет жить? В сердечке. В сердечке, да? Ты Бога любишь? Да. Вот умница. Ты обещаешь ему служить, когда вырастешь? Да. Молодец. Давай помолимся? Да. Давай. То есть, ты уже знал, где живёт Бог и где он должен жить. При этом, кто такой Бог? Как бы, ребёнок, воспитывающийся в атмосфере верующей семьи, не требует объяснений. Бог – это вот тот, кто всё создал и кто всем управляет, невидимый, добрый дух, который воплотился, как Иисус Христос. Ну, это на детском языке довольно легко объяснить. Так вот, ты это всё знал, и мы тебя вот этому всему учили, на самом деле. Что должно быть? Покаяние, как такое сознательное обращение. Хотя, ну, это логически, конечно, внутренне я чувствовал логическую несостоятельность этого. Погодите, обращение может быть, как мы в Писании читаем, «от мёртвых дел к Богу». И с детства молилась, мы с тобой читали Библию, то есть, ты была с детства верующим ребёнком. То есть, тебя было как у Давида, вложил у меня упование у груди матери моей. Да, был, наверное, какой-то этап осознания, ну, взросления, а потом вот момент крещения. Ты, кстати, по баптистским меркам крестилась очень рано. Да, это надо было ещё, как говорится, отстоять на совете. Да, да, всё, доказать. Но сподвигла меня к крещению достаточно очень забавная история. Ты ей был. А, да, 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 расскажи её ты. Да, в общем, история замечательная. Мы с папой решили почему-то вместе прокатиться не на самом безопасном для, значит, обоих нас. Аттракционе. Аттракционе. Но ещё, конечно, для полноты впечатлений нужно меня позвать. Да. А в чём особенность была этого колеса? Обычно, как бы, это кабинки такие, в которых, ну, всё достаточно безопасно. Это колесо максимально небезопасно, потому что оно устроено таким образом, что тот, кто тяжелее, он обязательно будет перевешивать. И мы с папой это не учли. То есть, не было хорошего противовеса. Она была совсем маленькая. Я была на одной стороне, папа была на другой. И поэтому вот эта кабинка без ограждений, без всяких, так как несерьёзная цепочечка висела в качестве ограждения. Ну, советское колесо обозрений. То есть, кабинка накренилась вот так вот и поехала вверх в таком положении. То есть, это был, конечно, кошмар. Это был полный. Да, мы, значит, держались. И что ты сказала? И в какой-то момент, когда мы поняли, что мы уже практически на очень опасной высоте для жизни, мы начали вести диалог. Ну, я внутренне молился. Да, я как бы тоже. Но понимала, что если что, наверное, одной молитвы мне в данный момент не будет достаточно. И что в этот момент я поняла, да, хорошо бы иметь какую-то подушку безопасности в виде крещения. Но опять, это вот действительно очень странно, как в моём мозгу это всё воспринималось. То есть, как бы я понимала интуитивно, что человек некрещённый, он не должен вообще попасть в рай. Но при этом как бы нас же учили, что главное верить. Да, крещение... А в этот момент это как-то почему-то очень остро во мне всё, значит, начало ощущаться. И я просто поняла, да нет, кого я обманываю, никто меня туда не возьмёт сейчас. Вот, я не крещена, у меня была такая возможность. Ну, то есть, к 14-летнему возрасту, ну, в 13-м ещё я была, я уже как бы вроде об этом задумывалась, но понимала, что возможности нет, что надо будет как-то поговорить с нашим советом и как-то доказать свою готовность к этому шагу. Но в тот момент, я помню, ты сказал, папа, если мы выживем, я приму крещение. Да. И мы-ка, я тут же перестал бояться, значит, я как-то обрадовался, а тут и колесо как-то пошло на снижение, значит. И мы там маме тут же всю эту радостную новость рассказали. И Лёша там был маленький ещё, ему 10 лет был, и Анечка была маленькая. Очень странная, конечно, ситуация для принятия такого важного шага, но тем не менее оно сработало. Ну вот, и я на самом деле часто анализировала эту ситуацию, почему? Вот почему такое ощущение у меня возникло? Мне кажется, что всё-таки должна была быть какая-то предпосылка этому. Ну, потому что ты читала Библию, мне кажется. А вот скажи, ну, вот это самый странный факт, который... Ну, я пришёл в баптизм в возрасте 18 лет, поэтому я с детства это дело не воспринимал. И единственное, что меня вот скребло прямо в мозгу все годы нахождения в баптизме, я в баптизме провёл ни много ни мало 20 лет. Вот скажи, ты веруешь, ты уверовал и родился свыше, да, допустим. А потом ты крестишься, и крещение для тебя обязательно. То есть, это же мы же не молокане, да, там, которые говорят, что крещение духовное, там, значит, это... А крещение водой всё-таки важно. В словах, баптист, крещённый, да, по вере, это важно. А чем, собственно, оно важно-то, если ты и так спасён? Ну, это типа официальный завет с Богом. То есть, вы как бы, вот, как такую аналогию проводили, там, встретились молодые люди, полюбили друг друга, признались в любви, и вот уже у них есть отношения, а потом, да, они вступают в брак. И вот сначала ты, значит, с Господом, Господь тебя возрождает по вере, а потом, значит, ты крестишься. Но мне не давал покоя то, что в Новом Завете это всегда происходило одномоментно. То есть, человек обращался к Богу и принимал крещение. Ну, в истории церкви была ещё катехизация, если это был совсем-совсем язычник, то есть, который не понимал, кто такой Бог, у которого было языческое сознание, там, и так далее. У меня возникал всё время вопрос. Но для детей верующих родителей, которые катехизированы, что называется, с детства, то есть, они знают вот всё уже, что можно только знать, а они стараются жить по-своему, да, там, свято, вот, и хотят на каком-то этапе креститься, но им говорят, нет, нельзя. И, как правило, всех ДВРовцев спрашивают, ты покаялся во сколько лет? Все говорят, ну, кто-то 5, от 5 до 7 лет примерно. Вот каются, сознательно обращаются ДВРовцы. Ну, не все. Ну, не все, возможно, позже, да? Большинство моих друзей, ДВРовцев, были, ну, вот, их подростками, они подростками, да, вот, на каких-то лагерях, мероприятиях. Ну, да, на самом деле, это второе покаяние. Потому что в семье я разговаривал не с детьми, с подростками, я разговариваю с родителями. Вот, все родители говорят, ну, нет, конечно, лет 5 все дети серию, ну, как вот, в серию, как у тебя, обращаются к Богу, потом в подростковый момент у них происходит охлаждение, потом, если получается их затащить в какой-то лагерь, там они на волне энтузиазма, снова обращаются, через какое-то время принимают крещение. Как правило, либо человек покаялся и не охладел в 5 лет, и принимает крещение, там, в 18, а мальчишки чаще всего после армии. Ну, потому что армия такой, такая проверка, ну, типа, не отпадет ли вообще человек. И даже рекомендовалось мальчику после армии. Особенно в советское время я еще застал, потом в постперестроечные годы уже это ушло, эта традиция. Но, значит, и у меня всегда был вопрос, а ты в каком статусе в это время? Потому что на крещении мы все пели, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись, там, значит, и так далее. Погреблись с ним крещением в смерть, значит, там, дабы как Христос воскрес, так и мы вас... И у меня всегда вопрос, погодите, если все это происходит в момент крещения, обличения в Христа, тогда что было в момент покаяния? И что это за состояние такое между покаянием и крещением? Ты какой? Ты спасенный? Если ты спасенный, тебе ничего не нужно, тогда зачем креститься? Тогда это действительно право молока. Что тебе кометь вот это вот с залезанием в воду, намоканием? Если это действительно что-то важное, но тогда, если это важно для спасения, тогда почему бы это не делать как можно раньше, вот сразу после уверования. Если это важно, но не важно для спасения, тогда для чего это важно? Ну, то есть... Очень противоречиво. Ну, то есть это вот как бы такая вот вещь. Как ты... У тебя возникали подобные вопросы, и как ты для себя отвечал на них? Мне очень интересно. Ну, я, наверное, это впервые почувствовала прямо перед крещением. Я очень тоже чётко помню вот этот момент. Значит, я сижу на диване, тогда в бассейне, вот в этом замечательном офисе. Всё готовится, и возникло какое-то ощущение полного фарса. Я думаю, а шо, собственно, происходит? Ну, типа, я уже сколько? 13-14 лет верующая. Верующая. Я, значит, всё, что нужно, делаю. Ну, на тот момент я так рассуждала. Значит, я даже помогаю в воскресной школе. Тогда ещё помогала. Ну, кстати, одним из условий, которые мне поставили в Совете Крещения, позволить мне принять крещение, то, что я смогу преподавать и помогать в воскресной школе. То есть, как бы, я христианин. Что, собственно, сейчас поменяется от того, что меня просто окунут в воду? И я чувствовала себя таким самозванцем, потому что я такая, а что я, собственно, должна сейчас чувствовать? Почему я ничего не чувствую? Где вот эта эйфория, что я сейчас вот стану другой, такая, сразу всех пойду каять и тому подобное? Я ничего не ощущала, и от этого чувствовала себя паршиво, если честно. Отсюда вот у меня началась вот эта рефлексия. Я думала, а, собственно, зачем? И не ответила себе на этот вопрос. Просто решила, что я, наверное, глупая, не понимаю. Умные дяди уже всё продумали. Ну, сказали, сказали. Значит, надо просто вот сейчас сделать то, что нужно. То есть, я этого восприняла как обязанность мою. Ну, то есть, раз мне нужно, чтобы преподавать, принять крещение, пожалуйста. Вот, то есть, вот этот момент крещения, он для меня не был, как для многих баптистов, вот каким-то днём особенным, когда что-то вот... Я не могла, я не плакала, я ничего. Я для этого тоже чувствовала себя паршиво. Думаю, что же я за крестьянка такая? Нет у меня никаких искренних эмоций от всего этого действия. Да, это было очень странно всё вот это переживать. И потом я просто как бы... Ну, было и было. Всё, идём дальше. Мы, в принципе, и жили в такой парадигме, что нужно просто вот это крещение осуществить, потому что надо. Ну, лично я так понимала, и, я думаю, Лёша также понимал. А потом всё изменилось. Ты почему-то изменил своё мнение. И отсюда вопрос. Как ты проходил этот путь? Почему ты изменил своё мнение? И зачем? Всё же было хорошо. Это было самое, наверное, сложное решение, после которого... После принятия которого неожиданно у меня сложился пазл в голове. Да. Я рассказывал уже, да, что вот меня скребло в баптизме вот этого. То есть, промежуточное состояние. С человеком, пришедшим из мира, вроде бы нормально. То есть, там говорится, ну, в детстве то, что тебя крестили, это всё ерунда. Ты же всё равно отпал. Ты же жил там мирской греховной жизнью. А потом ты сознательно обратился к Богу, и теперь крестишься. И у меня, как бы, не было большого по времени разрыва между покаянием и крещением. Вернее, как? Он был год, но я просил меня крестить. Но меня просто не крестили. И я даже очень хорошо помню, что я диакону Коле сказал, что если я умру, значит, за этот год... То есть, я покаялся в августе, и я в сентябре уже сказал, ну, крестите меня тогда, раз уж вы все такие баптисты, я же всё показывал. Мне сказал, не, ну, надо годик подождать, там, проверить серьёзность твоей веры. Да спрашивайте, что хоть проверяйте, и чего, как бы, спрашивайте, я отвечу. Ну, нет, так не принято, надо вот через годик там креститься. И я сказал, что если я умру за этот год, я Богу скажу, что, ну, это вы меня не крестили. Ты? Да, то есть, я хотел креститься, это вы виноваты. А потом, да, ну, ещё смешная история, потому что я курить не бросил, да. Я же не курил никогда. И не бросил ещё. И не бросил, да. Я до сих пор не бросил курить, потому что... Собственно, как и я. Да, и ты не бросил курить. Давай организуем клуб не бросивших курить. Не бросивших курить, да. Значит, ну, в общем, вот такая была ситуация. И я вот это вот с этим жил и думал, ну, да, вот всё правильно, должно быть по вере, сознательное обращение и так далее. И, конечно, даже когда я ушёл из протестантизма и стал искать историческую церковь, я думал, ну, окей, ну, ведь было же в древней церкви такое понимание, что креститься надо как можно попозже, да, желательно на смертном Адре и так далее. Правда, чем больше я изучал историю, тем больше я понимал, что это было плохое. Это, в общем, осуждалось скорее церковью, хотя, ну, император Константин крестился на смертном Адре, да ещё и отарианского епископа, и при этом святой. То есть, но всё равно это было какое-то исключение, то есть, это неправильно. Потому что все говорили, все отцы церкви там писали об этом. Ну, то есть, я вот помню, я же изучал отцов церкви, и что я там читаю у того же Ирине Ильонского. Я говорил в прошлый раз, что я на Ирине Ильонском сломался. Христос пришёл спасти через себя всех. Всех, говорю, которые возрождаются от него для Бога, младенцев, отроков, юношей и старцев. То есть, интересно, что для Ирине Ильонского воплощение Христа, почему Христос воплотился не во взрослом возрасте? Это же, кстати, вот интересный вопрос. Он бы мог появиться чудесным образом сразу, как Адам. Но он проходит путь от младенца, отрока, значит, юноши и даже старца. Ну, то есть, потому что по Ирине Ильонскому, и, кстати, действительно, скорее всего, это так, Христос распят не в 33 года, а в 41. Ну, потому что он родился, он распят в 33 году, но родился в 7 году до родительства Христова. Ты что, уже старец, что ли? Ну, по тем временам, то есть, то, что больше старака, это уже, ну, как бы, такой старший, уже пожилой человек. То есть, он, как бы, охватил все возрасты человеческого бытия, и таким образом всех спасает, да? То есть, освещает все человеческое бытие, все время, все возрасты. А Ипполит Римский тоже пишет, да? Облачитесь в одежды, в первую очередь крестите детей, все те, кто могут говорить о себе, пусть говорят, за тех же, которые не могут говорить о себе, пусть говорят их родители или кто-нибудь из родственников. То есть, я понял, что нет, конечно, в ранней церкви вот крестили детей. И это, ну, никак не укладывалось поначалу в моей голове, потому что очень был силен рефлекс. Я же все-таки был уже магистром богословия, я был пастырем, и так далее. То есть, я даже думал, что, ну, вот, может быть, как-то удастся примирить кредо-баптизм и педо-баптизм, ну, то есть, в рамках такого плюрализма мнений. Но, чем больше я изучал и священное писание, то есть, я прям вот сел изучать этот вопрос, потому что все мне говорили, а как ты можешь быть служителем, там, исторической церкви и не крестить детей? Ну, ты не можешь. И были серьезные, прям там, со мной, как бы, разговоры, я говорил, ну, давайте, покажите мне аргументы. И все книжки, которые мне давали, они, конечно, были вот для меня почему-то, ну, с плохими какими-то аргументами, плохие книжки попадались, ну, вот, кроме отцов церкви. И тогда я начал, ну, то есть, думаю, ладно, аргументацию эту я, как бы, оставлю книжную, я попытаюсь все-таки писание посмотреть, ну, что называется, непредвзято. Вопрос какой? Креститься по вере. Ну, то есть, это аксиома, из которой я исходил. То есть, обычно, как баптист, я отвечал вопрос, почему вы не крестите детей? Потому что крещение должно совершаться по вере, а младенцы веровать не могут. Если первую часть этого утверждения я, как бы, нашел фундированный в Писании, да, все крещение совершается по вере, то вдруг я обнаружил, что, а вот вторую часть я аргументировать не могу ничем. То есть, да, крещение должно совершаться по вере, а с чего я взял, что младенцы не могут веровать? Где это в Писании? То есть, вот вторую часть утверждения никогда в баптизме ничем не подтверждали. И я понимаю, почему. Потому что, как только ты начнешь искать подтверждение этому в Писании, ты найдешь прямо противоположные утверждения о том, что, когда уверовал Давид, вопрос, ты вложил в меня упование у грудей матери моей, да, там, от чрева матери моей ты бог мой. То есть, Давид вообще говорил, я вот веровал в бога еще в от чреве матери. Младенец, духа святого исполнится в от чреве матери. Как можно духа святого без веры исполниться? Иоанн, креститель исполнился. Апостол Павел говорил, бог, избравший меня от утробы матери, да, и призвавший благодатью своей. То есть, бог звал апостола Павла буквально вот из утробы. Пророков тоже бог, от чрева матери твоей там я избрал, и так далее. То есть, я вдруг начинаю понимать, самое главное, я читаю 18 главу Евангелия от Матфея, я читаю все вот эти главы в Евангелиях, где к Христу приносят детей. Это тоже же баптистское место такое. Ну, типа, мы детей не крестим, а благословляем, как и Христос. Но тогда и взрослых не надо крестить, потому что и Христос и взрослых не крестил, как там написано. Там он не крестил, но крестили ученики его. Это другой вопрос. Но там написано, кто соблазнит одного из малых всех верующих в меня. Опа! Вот Христос говорит, они вот эти, кого принесли и привели, они веруют в меня. Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу и так далее. То есть, там вдруг на меня свалилась масса текстов, которые я не то, чтобы не знал, я их читал, но я никогда не думал. Они просто, знаешь, воспринимались всегда в разных контекстах. Почему-то вот благословение детей, это типа одна история, а про соблазнение малых всех, ну вот я просто, даже по воскресной школе, это другая история. Я вот недавно только прочла такая, так это же про одно. Это же одна история. Более того, да, то есть, таковых есть царство небесное, а кто более таков, как дети, как не сами дети. Ну и так далее. И мы видим, что дети веруют. Более того, я, и это вдруг наложилось на мой личный опыт, потому что в нашей семье не было неверующих детей. Все трое веровали. Более того, у меня масса друзей моего возраста, там и более старших, у них тоже, я спрашивал, скажите, у вас были неверующие дети? Я не нашел ни одной семьи, у которых были бы неверующие дети. Внимание, да, оговорочка. У них, у многих из них были подростки-отступники. Об этом мы говорили. Но неверующих детей не было. То есть, условно говоря, до пяти, до шести, до семи лет все точно веруют. То есть, у ребенка, воспитывающегося в христианской семье, даже нет инструмента такого, волевого, чтобы подвергнуть сомнению то, что ему рассказывают или как-то стать атеистом на зло родителям и так далее. То есть, бунтуют подростки, а дети неверующими не бывают в принципе. И тут у меня что называется пазл и сложился. А младенцы осознают свою веру так, как взрослые? Наверное, нет. Они осознают ее как-то иначе. Но с другой стороны, ты когда спишь, осознаешь свою веру так же, когда бодрствуешь. Нет, не осознаешь. Но это не значит, что ты спишь неверующим человеком. То же самое с младенцем. А нужно не только сердцем веровать, но устами исповедовать. Вот это тоже для меня было. А да хорошо устами исповедовать, но они же исповедуют. Вот Бог в сердечке живет и так далее. Они могут взыграть радостно в очреве. То есть мы можем сочетать их реакцию. Причем даже больше, чем, например, глухонемые. Да, 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 то есть это не всегда вербальные, исповедные. То есть глухонемые тоже в рай не попадут, они устами не исповедуют. Но есть люди с параличом лицевых мышц, например, что они не могут попасть в рай. Исповедование имеется в виду, что есть некая коммуникация, некий отклик. И опять же, а кто адресат этого отклика? Мы, как церковь? Да нет, адресат этого отклика Бог. То есть с Богом. И поэтому, когда мы читаем, что крещение не плотской нечистоты, омытия, но и спрашиванию Бога доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа, баптист, я как баптист, должен всегда говорить, нет, речь не идет о водном крещении. Это о духовном крещении. Потому что не получается. Как же ты жен с этим? Ну, я так и объяснял. Это духовное крещение. Ты же понимал, что ты сам себя обманываешь. Я понимал. То есть и эти тексты, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Ну, это типа вставка. Потому что это финал Евангелия от Марка. Покайтесь и докрестится каждый из вас для прощения грехов. Ну, мы говорим эйс с венительным падежом. Это как бы такая сфера прощения грехов. То есть, крестись в сфере имеющегося у тебя прощения грехов. Но это плохая отговорка, потому что ты все равно ныряешь в прощение грехов, как бы в сферу прощения грехов. на самом деле такова конструкция этой фразы. Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса Христа, говорит, она не Саулу. Да, омой грехи твои, призвав имя Господа, ну, типа, а не крестясь. Но это в одной фразе все равно. То есть, ты крестишься и призываешь имя Господа и омываешь грехи свои. И так далее. Баня возрождения. Вот это самое главное было для меня. Омовение возрождения. А что может быть названо баней возрождения? То есть, вот это настойчивое разведение духовного крещения и водного крещения, которого в Новом Завете нет, в ранней церкви нет, в богословской идее ранних отцов церкви нет и быть не могло, это изобретение, конечно, баптизма. Это 17 век. Нужно развести духовное крещение и значит крещение водой. Почему? Я могу это объяснить. Я это могу объяснить. Почему? Потому что протестанты 17 века, они видели, что дети, которых крестят в детстве, очень часто вырастают абсолютными безбожниками, грешниками, погрязают. Ну да, это вот такая. То есть, типа, ну раз они все вырастают такими, значит, в детстве их крещение безблагодатно. Оно не нужно, оно не работает, оно их не делает христианами. А христианами их делает Great Awakening. Да, то есть, вот в великое пробуждение. Придет Дуайт Лимон Моуди, скажет тебе покайся, значит, или Билли Грэм, и ты, значит, покаялся и испытал эйфорию. И нужно богословски объяснить, так, в детстве ты крещен, но это плохое крещение. Значит, тебе вот эта эйфория, это крещение духовное, а потом вот тебе нужно уже сознательное водное крещение, то есть, перекреститься, анабаптизм и так далее, с которым, кстати, Лютер анабаптистов терпеть не мог, он вздвигал на них гонения, и аузбурское исповедание анафематствует, анабаптистов, кстати, и так далее. Я тоже для себя пытался ответить на этот вопрос. Ну, как, я же помню, мы посещали тюрьмы, и мы говорили там, кто крещен в детстве, и все поднимали руки, и мы говорим, вот, видите, все крещеные, но все сидите в тюрьме, а паптисты есть среди вас? Никого нет. Ааа, что? Гениальный, гениальный, да, то есть, вы все, ну, то есть, помогло вам крещение, вы вот, вступили на скользкий путь преступлений, а нам нужно покаяться, очиститься, и так далее. То есть, все в тюрьме крещеные, и смотри-ка, то есть, вы все отступники, но это правда, потому что, если человека в детстве покрестить, а потом поместить в среду, где его вера не будет взращиваться, то он, конечно, остынет и отступит. Но я задал себе честный вопрос, скажи, а тех, кого мы искренне проверяли, вот он сто пудов был рожден свыше, он все советы, все собеседования, или как это в баптизме у нас называлось, испытания, испытания, он прошел, иногда перед всей церковью, там все вопросы задавали, девушек любили спрашивать, а что если тебе неверующий предложит замуж выйти, ты что ответишь? Надо было ответить, нет, я откажусь, да, там, а юношу спрашивали, там, сколько зарабатываешь, так вот они прошли все эти испытания, они все рождены свыше, в 90-е годы мы крестили много людей, но они все ушли из церкви, они отступили, так что же не бывает среди крещенных во взрослом возрасте отступников, да не смешите меня, когда человек действительно всерьез обращается к Богу, он и не отступает, но так и в нормальных христианских семьях, если детей нормально воспитывать, в христианской вере, и показывать пример, никто не отступает, ну, во всяком случае, вот в нашей семье отступников не было, Анечка проходит, конечно, просто подростковый возраст, и я молюсь, да и мы все как бы не застрахованы, ну, понятно, да и я не застрахован, но на самом деле ни в каком возрасте человек не застрахован от отступничества, мы молимся о том, чтобы нам пройти этот путь, чтобы Господь сохранил нас от зла. Интересно, да, что ты так решился на это все дело, конечно, потому что я понимаю, насколько тебе сложно было вот чисто психологически перестроиться. мне сложно было вам объяснить, ну, как, то есть, Леша, когда со мной это произошло, ты уже была крещена, тебе было 13 лет, когда ты крестилась, мы еще были баптистами. потом я говорил с Лешей, но Леша уже было, то есть, Леша было 14, когда он крестился, ну, и это было вроде как норм, да, все-таки, ну, да, он уже веровал, паспорт получил, да, и так далее, то есть, он, да, крестился, и у нас была Анечка, то есть, я очень хорошо помню, что в 2015 году, все, я уже понимал, что надо крестить детей, я еще не всегда это декларировал, боялся, но я понимал, что надо, и в семье я начал вести подрывную деятельность над Анечкой, я очень боялся, мы говорили ей, Анечка, ну, ты же верующая, верующая, ну, ты вот веришь, что Господь за тебя умер, да, а креститься не хочешь ли? А я еще маленькая. А потому что, старшая сестра, пример, она видела, как должно быть, и она не могла понять, а в смысле, почему я должна по какой-то другой модели все это выстраивать, ну, то есть, вот нормальные люди делают так, 13 в 14, 13 в 14, у нее, причем, два раза совпал вот этот возраст, и у нее в голове уже выстроилась модель, по-другому нельзя, и у меня, мне тоже было достаточно трудно эту модель как-то в себе сломить, то есть, понадобилось колесо, чтобы ее сломить, потому что, и у нее, кстати, она мне рассказывала, ну, может быть, она меня исправит потом, конечно, она мне говорила, что такое желание возникло только, когда у нее начал обостряться страх смерти, и у меня получается по такой же схеме, когда ты понимаешь, что я не уверена, что я спасусь, вот почему-то в этом возрасте это действительно как-то так остро всплывает, и у нее, да, это был вот такой маячок, она сказала, да, я, наверное, все-таки хочу принять крещение, потому что я не уверена, вот, то есть, из-за неуверенности, ей, конечно, не нравилось, то, что, как бы, мы давим, но, ну, да, но у тебя был эксперимент, теперь я уже понимаю, вот, просто, так как он был у тебя первый, ты, может быть, не обладал нужными инструментами, может быть, ты, в принципе, человек такой очень, да, вещей, да, вот, может, ты не хотел давить, у тебя так получалось, поэтому, может быть, как бы она немножечко закрылась, но так, в принципе, я думаю, это особое искусство, говорить с детьми на эту тему, и я об этом тоже с тобой сегодня хотела как раз поговорить, потому что, да, мне тоже, например, не нравилось, когда вы меня прям к этому подталкивали, ну, такие разговоры иногда были, то есть, как бы, ну, ты же, типа, покрестишься, когда придет время, ну, все же нормально, вот, и я, например, со своей стороны, чувствовала такое недоверие, со стороны вашей, потому что, ну, вы что, не видите, что я, типа, нормальный христианин, я вас слушаюсь, я все, библию читаю, в воскресную школу хожу, и такой вопрос, он обижал меня, вот, поэтому, я вот лично даже для себя поняла, что родителям прям нужно очень тонко подходить к этому вопросу, чтобы, с одной стороны, ребенка это и не обижало, но при этом, чтобы он об этом задумывался, но это касается тех родителей, которые, подобно нам, почему-то не покрестили детей в младенчестве, и вынуждены объяснять уже более-менее взрослым детям, во, кстати, хороший аргумент, что надо детей в детстве крестить, потому что потом не надо будет заниматься вот этой, ну, то есть, на самом деле, это так, потому что, конечно, в исторических церквах этот вопрос не стоит, детей крестят в младенчестве, в католической церкви, у них потом, в возрасте, там, 7-8 лет, первое причастие, еще и конфирмация, то есть, там это сделано еще и специально для того, чтобы у ребенка был праздник, потому что он не помнит своего крещения, в православной церкви сейчас нет какого-то специального такого праздника, там, крестят и мир помазывают сразу, значит, в младенчестве, и сразу же причащают, как только ребенок может глотать, опять же, потому что сказано, да, пустите детей, приходите ко мне, это вот, кстати, очень интересно, пустите, это аористная форма глагола, это то, что надо сделать один раз, то есть, и вот, а святые отцы говорят, пустите это повеление, как раз крестить, и дальше, и не препятствуйте им приходить ко мне, а вот не препятствуйте, глагол уже такого, продолжающегося, да, это вот, это как раз, это причастие, вот, то есть, не препятствуйте, да, то есть, дальше приходить, то есть, ты один раз впустил ко Христу ребенка, а дальше не препятствуй, потому что, самое тесное общение со Христом, у человека у верующего это конечно причастие более тесного невозможно представить себе то есть причащаться но понятно что да все остальные смыслы тоже здесь присуда я просто думала что это мой путь который обеспечит крестные родители да 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 конечно это и воспитание это же обязанность в первую очередь родителей воспитывать в учении и наставлении господним и обязанность крестных родителей подстраховывать родителей в этом потому что это очень мудрый кстати институт потому что родители в каком-то возрасте перестают быть авторитетом то есть папа и мама ничего не понимают в жизни и очень важно чтобы тебе другой взрослый мог рассказать причем взрослый с которым у тебя исключительно хорошие воспоминания потому что родители тебя наказывают а крестные это кто крестные это те кто подарочки дарит на рождество крестные это вот самые близкие от них ты кроме добра не видел ничего в жизни поэтому ты им доверяешь инстинктивно то есть ты понимаешь что эти люди тебе точно зла не желают и если уж они тебе говорят то же самое что родители ну всегда есть конечно возможности их послать тоже вообще в принципе хороший институт крестных восприемников поэтому в исторических церквах детей крестит в младенчестве а дальше уже не надо ничего объяснять смысле крещения но бывает действительно вот это самый частый вопрос среди вот моих слушателей неопротестантов которые хотят теперь прийти в историческую церковь православную католическую к нам ли значит старокатолики и у всех вопрос а как правило много детей дети в разном возрасте не хотят креститься потому что объясняли по-другому но и тут у меня совет двоякие все зависит от возраста если это совсем уже прям подростки подростки конечно нет даже если это дети но танечка то у нас ведь крестился в семилетнем возрасте а капать мы не начали на мозге до 8 лет она крестилась а капать мои на мозге начались 7 лет что крестись крестись папа не дави она говорила а потом она созрела и она сама подошла но если я действительно не давил потому что ну как ты насильно покрестить человек нельзя потому что если человек уже в сознании и он уже может активно воздвигать препятствия сознательно тогда его нельзя крестить по катехизису крестить можно человека который верует и не воздвигает препятствий крещение отрекаешься ли ты от греха чтобы жить в свободе детей божьих отрекаешься ли ты от соблазнов неправедной жизни чтобы грех не господствовал над тобою отрекаешься ли ты от сатаны виновника и князя греха исповедую веру свою анна веруешь ли ты в бога отца всемогущего творца неба и земли веруешь ли ты в иисуса христа и единородного его сына господа нашего рожденного девой марии страдавшего и погребенного воскресшего из мертвых и восседающего одесную отца веруешь ли ты в святого духа святую вселенскую церковь общение святых прощение грехов воскресение тела и жизнь вечную анна я крещу тебя во имя отца и сына и святого духа ну и таким образом а если у вас ребенок в том возрасте когда он может активно воздвигать препятствия для крещения вот сознательно я не хочу я не готов я не понимаю конечно уже крестить нельзя тогда ребенка нужно просто уговаривать читать с ним библию вводить в церковь в историческую естественно помещать его показывать красоту христианской жизни и рассказывать что разгар честно что ты пожалуйста себя не обманывать без крещения ты спастись не можешь поскольку тут же все начинают вспоминать разбойника благоразумного но тут же это же плохой пример почему потому что вот его к правилу толкует в отрыве от святоотеческого понимания он был крещен намерением в ранней церкви действительно было такое понимание крещение на мере бывало когда люди обращались ко христу в очень драматических обстоятельствах например виде стойкость какого-то мученика допустить 40 мучеников севастейских которых там учили поместили в холодную воду они замерзали один там вышел из воды согласился похудеть христа но другой воин видя их стойкость тут же вошел в воду из мучеников осталось 40 я правда думаю что они его покрестить то не могли все равно в холодной воде стоим возможности погрузить человека возле ему трижды воду на голову во имя отца и сына и святого духа таким образом ранее церковь считал таких людей крещенными потому что при нормальных обстоятельствах они бы крестились у них не было физической возможности принять крещение как у разбойника благоразумного но когда у тебя такая возможность есть и ты ее отвергаешь что ты не спасешься не надо себя обманывать тебе не то есть это не вера которая отвергает крещение потому что вера это вере это послушание то есть ты должна слушаться это заповедь крестиция заповедь крестово необходимые для спасения если ты ее отвергаешь активно какой вере здесь может идти речь у тебя тем более вере спасительной поэтому самообману здесь заниматься не нужно и вот это нужно ребенку объяснять и если вы сами в этом веруете действительно конечно ребенок поверит вам ну либо не поверит но тогда вы ему просто объясняйте что ну ты не можешь называть себя христианином хорошо это твой выбор конечно ты не христианин ты будешь пока там ходить в церковь с нами там пока ты маленький и мы будем все равно постараться в подростковом возрасте уже но это как всегда чем старше ребенка тем больше ты даешь свободы в общем я хотел с тобой поговорить еще о тех страхах которые могут возникнуть у родителей если они вдруг решаться крещение детей и здесь я в основном выделяю два страха которые обычно мне проговаривают например мои подруги которые из протестантской среды они говорят что я не хочу например брать на себя ответственность потому что это большая ответственность как родителя вообще решать судьбу другого человека на самом деле мне кажется что это отговорка я как человек который тоже родил троих детей если ты принимаешь решение родить ребенка ты уже взял на себя ответственность за человека пришедшего мир ты на себя берешь массу ответственности на каждый день чтобы тебе его правильно покормить чтобы он не заболел и так знаете можно вообще говорить это собственно такая идеология child free зачем я буду заводить ребенка а вдруг он заболеет а я его начну неправильно лечить и он умрет там вдруг я плохого врача найду а вдруг я куплю какую-то не то питание а вдруг материнское молоко пропадет а вдруг ему упадет на голову топор значит а вдруг он пойдет гулять и его зарежут значит в кабацкой пьяной драки кто-то суданул под сердце финский нож как это у есенина это собственно говоря всегдашние родительские страхи к нему родители очень серьезно я тоже очень боялся я помню как тебя принесли из роддом ну вернее вот мама вынесла тебя это страшно даже голубь ты не знаешь головку как поддерживать то есть ребенка взять на руки страшно но уж если ты решился завести ребенка но извини но борись со своими фобиями если бог дал тебе ребенка значит ты за него в ответе покрестить ребенка значит сделать его христианин давайте тогда пойдем от противного хорошо вы не хотите брать на себя ответственность за выбор мировоззрения ребенка но типа он вырастет и сам пусть решит во что он будет веровать то есть на самом деле нет ничего страшнее такой родительской позиции что значит вы значит что сами не веруете что христианство благо для ребенка то есть вы думаете что он найдет что-то лучше нет любой родитель исходит из того что он желает своему ребенку наивысшего блага я хочу чтобы ты был счастлив счастлив ты можешь быть только с христом и в раю а если ты попадешь в ад то тебе будет там не очень приятно и скорее всего ты будешь там несчастлив поэтому я хочу чтобы ты был крещен чтобы благодать крещение было на тебе хорошо а те кто не крестят детей баптистов возьмем они ведь все равно их воспитывают в христианской вере тогда уж надо быть последовательно не хотите крестить тогда и не воспитывайте их христианской вере не учите их молиться поместите их тогда вообще нет ни о христе мне говорить молитесь где-нибудь в тайной комнате в церковь детей не водите в воскресную школу не водите пусть они вырастут в абсолютном безвоздушным религиозном пространстве а потом вы на них выйдете все что знаете про все религии вот есть буддизм сыночек есть да сизм есть синтаизм джайнизм есть христианство католицизм протестантизм там и православие вот выбирай сумочек ну слушайте но это какая-то дурацкая на самом деле фон и тогда вообще непонятно зачем родители зачем вы вообще собственно тогда нужны и вы ребенка если вы и если вы считаете что христианство благо и вы воспитываете его вы уже вы просто делаете человека таким странным то есть он не христианин с христианским воспитанием то есть не крещеный не христианин поэтому и христос говорит идите и сделайте учениками все народы крестя их и уча их соблюдать все что я повелел внимание вопрос когда человек делается учеником когда он поступает в первый класс или когда выпускается из 10 по версии нашего министерства образования видимо после ну на самом деле по версии баптизма тоже потому что мы начали с чего то есть крещение для тебя был в баптизме как некий уже выпускной экзамен во взрослую жизнь то есть вся была школа ты ее закончила и крестилась значит это аналог выдавания тебе какого-то аттестата зрелости а ничем подобного христос говорит вы сделаете учениками крестя то есть пусть они станут учениками христовыми вы их покрестите и они будут учиться потом то есть вот о чем это заповедь так что с фобией здесь конечно ну совершенно не в тему это отговор но вот я кстати хотел бы тогда тебя еще спросить ты же учитель воскресной школы вот у нас в приходе есть дети которых покрестили в раннем возрасте и одни как бы всю жизнь крещеные и вот они возрастают христианских семьях в церкви ходят в воскресную школу расскажи мне ты уже как учитель осознанно ли они верят как они подходят к причастию и так далее то есть вот этот вопрос мне всегда конечно тоже интересен потому что я получаю вместе с тобой вот этот опыт теперь в исторической церкви в общем да я постараюсь сейчас ответить сначала как я воспринимала осознанно или неосознанно в разные возраста свои когда мне было 14 когда я приняла крещение вот высоты сейчас своего опыта я могу сказать что я тогда неосознанно верила также как и в 6 также как может быть и вчера а что ты называешь осознанно веры значит я наверное это всегда понимала вера осознанная это когда ты понимаешь какую цену ты должен заплатить чтобы пойти за христом но это не совсем тогда верный термин осознанная вера это когда ты не спишь а просто ты бодрствуешь и осознаешь что есть бог что есть просто скажем так уровень понимания или уровень этой осознанности может возрастать скажем так цена следования за христом цена евангелия красота евангелия красота богословия она же открывается кстати и баптисту вот я помню очень хорошо одно и прости перебил ты сейчас продолжу мысль но я помню одно молодежное общение где наш чудесный руководитель молодежи саша кудрин который сейчас пастор баптистской церкви жигулевский говорил что когда я крестился в 80 году там в сибири этом в деревне я вообще ведь ничего не понимал ну то есть я был вчерашним наркоманом там я обратился мне бабушки рассказали евангелии я покрестился сейчас я понимаю столько что хоть заново крестить то есть я сейчас понимаю что я тогда ничего не осознавал ну понятно что теперь тип черт не заново креститься сейчас нам просто понятно что тот уровень который сейчас есть там у меня его не было у меня в детском крещении но про это и говорю как раз таки потому что но это не значит что это неосознанно я сейчас говорю про то как мне это преподносилось то что в моем понимании осознанное христианство это когда ты все понимаешь собственно и родители боятся именно это что дети не все понимаю мне как же они могут решиться на этот шаг и действительно почему-то никому в голову не приходит что тот же самый наркоман и ребенок они как бы находятся ну в равном положении только наркоманом мы нормально относимся когда он кается а к ребенку почему-то нет извините наркоман но дело то вот я люблю поэтому я на мне кажется наоборот вас возвысила но тут какая еще ситуация а когда настанет такой момент когда ты все будешь идеально понимать он не настанет никогда потому что я вот в нынешнем состоянии и я пять лет назад все равно два разных поэтому я и говорю что вот мне кажется родителям этого бояться совершенно не нужно потому что да даже я приняв крещение в 14 лет когда вроде бы как бы вообще должна быть осознанной уже личностью не таковой не было и до сих пор и не считаю себя таковой осознанной личностью потому что этот процесс он постоянно происходит и тебе кажется что я вчерашний ну если ты нормальный адекватный человек который развивается как-то это вообще все неправильно а вот то кто я сегодня это уже более-менее допустимо вот поэтому все равно тогда термин мне не нравится это не про осознанность это скажем так про духовное совершенство наше поколение вы в ресурсе должны быть начали мы в моменте не дам пончики терпи в общем до осознанность я наверно ближе вот к современному пониманию здесь использую там да это наверное это некое совершенство познания совершенство познания но мне кажется что родители как раз таки боятся этого что их ребенок не совершенен в духовном познании ну то есть тогда нужно уж перед смертью креститься и да и то где гарантия что даже дожив до седых бород значит и там до седых волос до седых подмышек там вот и всего этого ты собственно духовно так усовершился с чего ты взял что это идеальное твое духовное понимание поэтому это вообще не аргумент ребенка нужно крестить в младенчестве когда он поступает в школу жизни он должен стать учеником через крещение и дальше ты должен его учить соблюдать все что господь повелел ему и он будет духовно совершенствоваться да 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 мне еще помогло в понимании что осознанность это не всегда показатель который мы с тобой определили не всегда показатель истинной веры это когда начала читать и жития святых а именно жития святых детей которые ну например даже среди наших современников были вот например ты в своей проповеди упоминала такого замечательного юношу как около кутис который является сейчас по моему в католической церкви покровителем интернета к сожалению да он заболел лейкемии и понимаешь что вот он уже мало чем может послужить он вот свое служение вел через интернет сделал по моему блога евхаристических чудесах вот и очень много тоже там цитат интересных можно в этом блоге ну да то есть в 15 лет мальчик понимает христианство и свое положение во христе гораздо совершеннее чем многие взрослые люди читала наверно уже в каком 20-летнем возрасте и вот что это и понимал что ну я так не сказал уж точно то есть человек достиг какого-то более совершенного понимания достиг более близких отношений со христом и это все происходит совершенно разном возрасте то есть неважно я есть же совсем маленькие святые дети но для меня еще было очень таким важным примером вера девы марии то что она ну то есть она всегда воспринималась у нас уже тоже как бы взрослой женщиной которая значит ну хошь не хошь придется верить все таки бога родила все таки ее вера же намного раньше началась с младенчества и как она жаждала служить богу как она бежала во храм да вот для меня этот образ всегда был таким очень ярким над видение богородицы во храм потрясающе и для меня это стало таким наверное большим даже свидетельством чем может быть какие-то жития более старших отцов да потому что здесь вера вообще и никак нельзя объяснить но ведь христос при говорил да если не будете как дети да не войдете в царство небесное то есть веру детей он ставит как норматив как образец для подражания нам взрослым людям и это христос сказал это не выдумки попов там каких-то которые хотят там крестить детей ничего подобного дети образец веры для взрослых . это слова спасителя но скажи а вот как сейчас все-таки как ты ты как учитель воскресной школы сейчас воспитываешь детей учишь детей которые крещены все-таки как ты можешь охарактеризовать их веру вот всех справ всех ведь интересует меня вот часто спрашивают ну типа хорошо а вот дети идут к причастию как они относятся к причастию расскажи вот проект у нас очень замечательные дети в приходе и они интересны еще тем что они все окрестились на разных этапах можно проследить такую динамику когда лучше когда хуже оптимальный у нас были детки которые были крещены прямо вот в месячном возрасте до были детки которые в годовалом возрасте и те кто вот сейчас например недавно крестились у нас дети которым семь восемь лет уже 9 и это везде все было по-разному например те которые были крещены прямо младенцами чем раньше тем лучше у них особенным образом ну я вот замечаю когда они подходят причастию то есть они принимают очень спокойно те которые немножечко запоздали годик например уже хуже и вот это интересно да я тоже это замечал то есть я понимаю как это объяснить да родители медлили год и ребенок за этот год ну как то произошло произошло интересно потом какие-то дети были у нас крещены по своему собственному желанию хотя им было 56 лет но мы просто с ними поговорили почему у них такое желание появилось и я не могу сказать что их ответы отличаются от каких-то от ответов взрослых ну да потому что ну да самое главное не исповедуют самые главные какие-то идеи они понимают уже даже в своем возрасте пусть не тел цареградский символ веры все они может быть пока не могут его полностью озвучить хотя есть эти дети которые могут его полностью озвучить зато они мне могут его объяснить вот и по-моему этого более чем достаточно единственное что меня действительно постоянно беспокоит как педагога это как готовить к принятию евхаристии с малышами более-менее все ясно там как бы да все зависит скорее от родителей больше здесь все таки вот у нас так еще устроена воскресная школа что во время проповеди их забираю и потом привожу во время евхаристии и хотелось бы чтобы может быть как-то был какой-то этап который их собирал бы потому что все таки на уроке мы немножечко в таком расслабленном состоянии у меня не уроки как описаны в романе джейн и они такие уроки у меня более свободные мы сидим на диванчике и философствуем вот и потом вот лично у меня был такой вопрос как их собирать к вот этому важному для причастию евхаристии и даже скорее хотела с тобой на этот счет посоветоваться потому что они может быть как бы да понимают что они сейчас в принципе будут делать но детская психика так устроена что им трудно переключиться я думаю что надо просто ну как это то есть их нужно вывести из класса и вот в коридоре ну то есть чтобы сменилась обстановка чисто психологически в коридоре ну просто нужно ввести какой-то ритуал очень понятный дети довольно быстро перестраиваются так а теперь вот у нас был расслабляющий урок но сейчас мы пойдем к святому причастию значит встали ну значит убили комарик помолились помолитесь молитвы перед святым причастием возьмите ее в молитвеннике значит есть специальная молитва пусть все хор пусть ее выучат наизусть перед святым причастием и уже настроившись на евхаристию пошли ну значит первыми принимать причастие это как раз вот нормально вывести в коридорчик построить да то есть прочитали молитву и пошли заканчивая в плане подхода мне кажется что действительно чем раньше ребенка покрестили тем у него меньше вопросов это вызывает все для него это образ жизни которые с младенчества для него установлены возвращаясь к вопросу о евхаристии здесь же очень важный этап это исповедь которая должна и предшествовать и если со взрослыми мы были менее понимаем как это организовывать то есть детьми все намного сложнее особенно с маленькими детьми на самом деле она есть и у католиков поскольку перед первым причастием следует первые исповеди а что до этого времени они не причащаются и не исповедуются соответственно ну потому то есть они кают перед богом только в домашней молитве и так далее на исповедь ребенка нужно готовить нужно конечно его воспитывать нужно рассказывать кого это обычно на первую исповедь ребенок приходит возрасте 7 лет примерно считается что это и в новостоке в православии и в католицизме примерно вот это такой вот возраст первые исповеди осознанный нужно рассказать ребенку как исповедоваться может быть помочь ребенку там подсказать какие-то вещи пусть он сам продумает до своих грехах расскажет сказать да то есть чин с ним прям пройти по молитвеннику чины исповеди вот священник спросит тебя то-то и то-то так помолится ты должен рассказать при этом старайся понимать что это не просто какая-то формальность ты в этот момент раскаиваешься перед богом а бог в лице священник священник действует ин персона крести то есть от имени христова через священника бог тебе отпускает грехи таким образом собственно как и всегда детей к богослужению конечно нужно готовить для многих родителей это открытие что оказывается с детьми нужно проводить беседы как себя вести в храме как высиживать не везде есть воскресная школа до иногда нужно детей просто мотивировать на то что надо посидеть но благо месса у нас длится полтора часа но если там мало причастников и короткая проповедь тогда она гораздо короче например по средам мы вообще можем уложиться в 20-25 минут на без проповедей и с малым количеством причастников поэтому детям это вполне реально высидеть мессу и тогда я кстати ну не знаю может быть нам просто свет и повезло вы были очень усидчивыми особенно много смотреть на других детей там повезло ну в общем да и анечка и лёши и ты были очень усидчивые вы высиживали длинные баптистские богослужения с тремя проповедями и ничего у лёша иногда засыпал просто конечно значит но вы сидели конечно мы прилагали к этому усилию то есть мы заранее вам говорит что нельзя себя вести может порисовать чуть-чуть но не не ходить ни в коем случае не бегать там из коридора в зал нет это невозможно и конечно родители должны воспитывать детей чтобы не было таких отхождений там по залу там во время и так далее есть воскресная школа пожалуйста но вот бегать к родителям нехорошо это надо детям объяснять нужно объяснять детям что происходит какие части мессы что что здесь вообще что о чем здесь все и также готовить к исповеди как ко всем другим таинствам также как мы иногда рассказываем про семейную жизнь в общем воспитывать их в учении господня я наверное в этом ключе хотела бы посоветовать нашим зрителям одну замечательную книгу автор ее софья колымзина это замечательный православный педагог которая за границей в основном в американской православной церкви преподавала писала такой замечательный сборник наша церковь и наши дети где-то год назад презентация по моему этой книге была мне чем понравилась эта книга ну мало того что она меня ознакомила вообще с православной воскресной школы как она устроена здесь очень много полезных советов как вообще родителям говорить на духовные темы с детьми да как им объяснить что такое крещение как готовится к исповеди к евхаристии тоже очень много интересных таких методик как ребенку показать красоту богослужения как сделать так чтобы ребенку было не скучно на богослужение там она прям целой методики как например задаешь задание посмотреть на картину и потом рассказать на икону имеется ввиду да на какие-то изображения во храме очень много таких интересных есть извините за это слово лайфхаков и мне она показалась очень полезная поэтому всем советую у нас учителя воскресной школы все прочитали книгу поэтому мы теперь в этом плане стали чуть-чуть по образованию и я хотела привести напоследок как всегда цитату о крещении младенцев иногда спрашивают почему крестят младенца они ждут чтобы он вырос и начал понимать смысл таинства это делается для того чтобы став членом церкви ребенок мог расти и развиваться в полноте опыта церковной жизни мог получать все необходимое для своей духовной жизни ведь и мы родители нашей семейной жизни начинаем говорить с младенцем задолго до того как он понимает нашу речь называем их ласковыми именами целуем обнимаем младенец не понимает слов но растет в опыте ощущение родительской любви и еще одну маленькую цитату тоже как успокоение для родителей радостно таинство святого крещения радостно переживается она христианской семье помню как мне всегда казалось что мои младенцы особенно крепко и мирно спали в день когда их крестили и думалось мне благодать божья поможет мне вырастить дитя мое укрепит его против всего злого только бы суметь быть хорошим садовником правильно ухаживать за порученным небогом цветком поливать удобрять и растить его ну что ж дорогие наши зрители пустите детей приходить ко христу и не препятствуйте им и помните что если вы этого не сделаете господь очень гневается на такое поведение родителей так что пустите детей ко христу и не препятствуйте ну а на этом мы с вами прощаемся ставьте лайки этому видео дизлайки тоже можете поставить но их никто не увидит кроме меня значит подписывайтесь на наш канал становитесь нашими патронами что-нибудь еще скажешь да нет на пончики хотим кушать мы будем кушать пончики за ваше здоровье пить вкусный чай и монтировать это видео господь с вами да благословит вас всемогущий бог отец сын и дух святой идите в мире все всем пока пока а